Амин. Недельная глава Торы на этой неделе, вторая – это книга «Шимот», и она называется «Ваэра». Вы помните, в прошлый раз мы рассказывали историю, что Бог призвал Моисея, Моше, и мы говорили, что Моше – это была неординарная личность. То есть существуют у нас какие-то представления о Моше, как о личности, как о человеке, но если мы будем внимательно изучать, я согласен с Виктором, что действительно он неординарная личность. То есть я не совсем согласен с тем, что он говорил, потому что он есть, как положено у евреев, свое мнение. Но в основном я согласен, что это совсем не то, что мы иногда представляем себе – седой старец Борядой, великий такой, знаете, недоступный, как в буддизме какой-то гуру, там Ахмат, там чай такой есть. Итак, мы поговорим о… что же было дальше. И дальше произошло, что Моисей, Моше приходит к фараону и говорит «Отпусти народ мой». И как положено, фараон говорит «Не отпущу». И Бог посылает казни, да, мы их называем казни египетские, и мы можем об этом читать в этой главе. Это шестая глава со второго стиха и по девятую главу, тридцать пятый стих. Я не буду останавливаться, о чем там говорится подробно, потому что историю египетских казней мы должны помнить по пасхальному седеру. Потому что я думаю, что каждый из вас, когда мы сидим на пасхальном седере, мы вспоминаем, что Бог делал в это время. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на очень интересный момент. Смотрите, немножко раньше вернемся. Это вторая глава исхода «И услышал Бог стинание их, то есть народа своего. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яковым. И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог». И потом следующая глава, ну, начинается от Моисей, пас, да, овец у Яфора, тестя своего, священника Медиамского. И мы помним ту историю, когда он увидел несгорающий куст, он пришел туда, и этот косоязычный Моисей так долго спорил с Богом, что целую главу там пришлось написать. Ну, это понятно, он был косоязычен. И если мы смотрим дальше, так же сам он косоязычно спорит со своим призванием. Бог ему говорит, иди, скажи народу моему, скажи фараону. А он говорит, ну, интересный перевод, он говорит, тупоязычен. Язык у меня тупой. Интересный такой момент, тупоязычен. То есть говорю, а вот как ничего не режет. И Бог говорит, ну, тогда ты скажешь Аарону, Аарон будет твоими устами, а ты будешь как Адунай, как Господь для фараона. Но идея немножко в другом. Вспомните, когда народ Израиля возопиял. То есть во времена Иосифа народ не вопиял. Чуть-чуть дальше он не вопиял. Когда все было хорошо, народ сидел молча, его все устраивало. Все было хорошо. У них была страна, у них было почетное положение. Потом наступает момент, приходит фараон, который не знает Иосифа. Народ впадает в рабство, начинаются тяжелые работы. И народ начинает вопиять и вспоминать, что оказывается есть Бог. И вы знаете, что я увидел? Очень часто, когда мы живем вот нашей нормальной, как так говорить, человеческой жизнью, В нашей жизни есть, когда все хорошо, когда вот все хорошо, мы-то и забываем порой про Бога. То есть мы понимаем, что Он где-то есть, что-то все Он устроил. Но все нормально, все хорошо. Но потом приходят какие-то стесненные обстоятельства, и мы начинаем вопиять. Боже, где же ты? И народ Израиля так же само начал увидеть. Вы видите? И Он начал вопиять. И Бог берет, находит этого Моисея, Моше, Он приводит его в Египет, приводит его для того, чтобы вывести народ, чтобы исполнить свое слово. Потому что это Он обещал еще Аврааму. Это было не обещание Моисея, это было обещание Аврааму. Он сказал, что народ будет в порабощении, в чужой земле, и будет выведен оттуда. Итак, что же мы видим? В нашей жизни порой бывают моменты, когда мы начинаем вопиять к Богу. И мы начинаем просить Его, Боже, избавь нас от этого. Господь, пожалуйста, мы очень нуждаемся в Тебе, мы Твой народ, помоги нам. И Бог посылает в нашу жизнь Моше. Ну, я не знаю, может кому-нибудь Василия, или там кому-нибудь сестру Галину, ну, посылает своего Моше. И посылает обстоятельства. И мы начинаем смотреть, что, если мы посмотрим начало этой главы Ваэра, он приходит и говорит, что раньше, да, ну, то есть, если мы увидим раньше, он приходит вначале к народу, народ говорит, да, конечно, он приходит к фараону, фараон налагает еще больше работы, да, и что говорит наш, ну, и что говорит народ? Что ты натворил? Ты что делаешь? И уже к Богу приходит Моисей и говорит, Боже, что такое, что происходит? Ты говоришь, народ выведешь, а здесь еще хуже происходит. Как же Бог, как они будут тебя слушать? Что же ты творишь, Господи? И Бог говорит, иди к Моему народу и скажи, я Господь, я тебя выведу, я сделаю. И вот там перечисляется, что он будет делать. Он приходит к народу, и что делает народ? Опять не слышит. И так же самое мы. Мы начинаем кричать к Богу, Бог, помоги, избавь, измени, я хочу войти в свое призвание. И вдруг в нашу жизнь начинают приходить какие-то испытания, приходить какие-то казни. Я подумал, конечно, мы знаем, что Бог судился с Египтом, да? Он судился с богами египетскими, он разрушал это все. Но я подумал о другом. Я подумал о нас. Когда мы начинаем просить у Бога, чтобы Он помог нам, чтобы Он дал нам милость, начинают происходить какие-то нехорошие вещи. С друзьями поссорился, работы лишился. И ты сидишь и думаешь, Боже, я же так хочу, я же твой сын, за что? Но мы забываем, что Бог, Бог, Он судит. И слово «кризис», латинское слово «кризис» означает суд. Когда приходит кризис в нашу жизнь, это не так плохо. Это получается, что это ответ порой у Бога на наши молитвы. В нашей жизни есть порядочно идолов, к которым мы привыкаем. Есть вещи, которые становятся для нас такой непредалимой преградой, которые не дают нам войти в полноту Божью. Однажды, короткая история, однажды один еврей попросил у Бога, «Я вот так хочу видеть, как ты творишь свою волю. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу видеть, я хочу видеть, как ты творишь. Я столько лет служу, я даю цедаку, я помогаю бедным, я хороший человек, помоги мне». И Бог говорит «хорошо». Открывает он глаза, перед ним ангел стоит. Говорит «ты будешь меня сопровождать, но ты ничего не должен говорить». И вот они идут с этим ангелом, молчит ангел, подходят они, значит, к одному там сидит старик со старушкой, они заходят в гости, у них корова. И они ему угощают, конечно, и ангел говорит «я хочу мясо». Тот говорит «ты что творишь, какое мясо?» «Я хочу мясо». И старик со старухой зарезали эту корову, а он это мясо поел, плюнул и ушел. И этот вообще думает «что же за ангел Божий? Что же ты творишь?» Приходят они во второй дом, и их принимает богатая, ну, семья такая. И они с этой семьей живут, ну, как бы и спят, там, кушают. Потом эта семья уходит, она очень бедная, там, за грибами. А этот ангел поджигает этот дом. И тот говорит «слушай, ты сатана, я не буду с тобой идти». Он говорит «все, ты больше не пойдешь со мной, но я объясню тебе, что я делал». Ты хотел увидеть, как Бог творит свою волю? Вот послушай, этот старик, великий мудрец, но эта корова, она держала его на этом месте всю его жизнь. А в соседнем городе люди ждут раввина, им нужна поддержка. И вот я пришел, чтобы этой коровой исчезла, и чтобы он вошел в свое призвание. А вот эта семья, ну, как же ты мог? Это же бедные дети, они на улице, говорит, понимаешь, это благочестивая семья, они усыновляли сирот, они помогали бедным, и у них не было денег. Ну, так, нищие. Но на крыше этого дома хранился клад. И когда этот дом сгорит, все упадет, они будут искать в этой рыцаре, но тут эти деньги, и они их используют для хорошей цели. И юноша понял, что что-то, ну, он ничего, ну, этот парень понял, что он, ну, он очень много потерял. Иногда в нашу жизнь, если мы будем смотреть на историю этого, ну, на историю судов со стороны, не просто, что Бог судился с богами, с идолами этой земли, но со стороны Израиля. Потому что Израиль за это все время тоже прикипел к Египту. И вы знаете, что важно не только выйти из Египта, но чтобы Египет, это рабство, вышло из нас. И Бог порой допускает какие-то моменты в нашей жизни, убирая, разрушая что-то, чтобы мы вошли в эту свободу, потому что мы начали вопиять. А Бог, Бог отвечающий. Он хочет, чтобы коровы не мешали нам входить в наше призвание. Есть, знаете, как бы, есть мирские друзья, которые нам не друзья. Но мы держимся за них зубами, вместо того, чтобы проповедовать им, чтобы нести им слово. Почему? Потому что это мы уже привыкли, мы прикипели. И Бог удаляет их из жизни, чтобы мы стали свободны. Понимаете, свобода — это выбор. Свобода — это дар, который нужно принять, и это ответственность, которую нужно нести. И в этом мы можем увидеть, что происходило. Как вы думаете, Египет, который знал, что это делает Бог Израиля, хорошо начал относиться к евреям в Египте? Я думаю, они стояли и говорили, классный ваш Бог, так нам сделали столько чудес, всех коров, всех животных перебил, весь урожай уничтожил, жабы вон воняют целыми днями. Я так не думаю. Они думали, «Ах, вы евреи, идите отсюда, идите уже!» Потому что раньше, может, были хорошие какие-то отношения, знаете, вот как у нас с миром. Писание четко говорит, дружба с миром — что? Вражда против Бога. Понимаете? И Богу нужно разрушить эту дружбу с миром, чтобы мы стали свободными, чтобы эта свобода стала свободой наших детей, чтобы наши дети рождались и жили в этой свободе. Потому что свободные люди, знаете, легко быть рабом, рабы ничем не думают. Рабы привыкли, что за них думают господа, рабы делают то, что им говорят. Но свободный человек должен принимать решение и вести его до конца, исполнять это решение. Как верующие. Мы верующие люди. Каждый из вас сделал свой выбор. Каждый из вас сказал, «Ешуа, я иду за тобой». Каждый из вас стоял перед Богом, когда принимал Твилу. Каждый из вас. И это ответственность. И Бог не просто говорит, знаете, мне иногда говорят, не надо, говорит, нажимать на людей. Ну, пусть, ну, не нажимай на людей. Не молятся, не постятся. Послушайте, это вам надо, это не мне надо. Это каждому нужно благовествовать. Каждому нужно поститься. Каждому нужно молиться. Это естественное состояние верующего человека. И если в нашей жизни мы что-то делаем не так, что-то мешает нам быть естественными, приходят казни. Приходят Божьи испытания, которые убирают преграды. Написано в Писании, что он стеронарушитель. Впереди пойдет тот, кто будет разрушать стены, кто будет поднимать, что? Врата. Выравнивать всякие низины. Понимаете? Если мы взываем к Богу, будьте готовы удивляться, что он будет поступать не так, как вы хотите. Будьте готовы, что вокруг вас будут происходить вещи, которые вы даже не представляли. Потому что Бог, он делает то, что он хочет. Он делает, как он хочет. И самое главное, все, что он делает, он делает нам во благо. Прежде всего. Потому что, может быть, моя мечта иметь хорошую корову, которая дает хорошее молоко, которая дает хорошую сметану, творог. А Божье желание, чтобы я пошел и сделал, исполнил свое призвание. Чтобы эта корова не стала моим Египтом. Поэтому, давайте мы будем внимательно смотреть, ну, как бы, когда мы изучаем и читаем Писание, да, недельные главы Торы, мы будем смотреть, на события иногда и с другой стороны, вот к себе. Что для меня это значит? Не просто, что это значило для тех времен, но что это значит для меня сегодня. Как я могу использовать это сейчас? И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас. Чтобы Ты благословил нас своим благословением. Чтобы Ты научил нас слышать и видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами. Чтобы наши сердца были открыты к принятию Твоей святой совершенной воли. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Господи, мы просим Тебя, когда приходят испытания в нашу жизнь, Боже, дай нам, Господь, силы проходить через них. Потому что Ты сказал в слове, что Ты не дашь нам испытаний и святых наших сил. Боже, и мы благодарим Тебя, что каждый человек, он войдет в свою свободу. Потому что на Голгофском кресте Ты подарил нам эту свободу. И, Боже, благослови наших братьев и сестер, которых сейчас нету с нами, которые нуждаются сейчас в Твоем исцелении, которые нуждаются в Твоей поддержке. Во имя Ишуа. И пусть Твое слово станет для нас живым и действенным. Амин. Амин.